Здравствуйте! Продолжает свою работу в Международном салоне выставки техники и технологий продвижения Экспо-2019. Это мобильная студия телеканала РЖД-ТВ. Гость нашей студии сегодня это Анна Орлова, заместитель генерального директора по стратегии продуктов объединенной вагонной компании. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Марина! Как вы оцениваете проходящую выставку в этом году на Щербинке? Очень интересная, разнообразная выставка. Наши конкуренты и наши партнеры представили самые последние свои разработки. Наверное, где, как ни на выставке, мы можем их увидеть. Расскажите о том, что объединенная вагонная компания здесь представляет, потому что разговоров очень много. Мы говорим сегодня о сочленном продвижном составе. Расскажите о тех экспозициях, которые, собственно, сегодня здесь представлены. Нашу экспозицию можно условно разделить на две части. Первая и большая самая часть – это шестиосные вагоны сочлененного типа. Каждый из них – это один вагон, но который состоит из двух кузовов, которые опираются на три тележки. Обычные стандартные двухосные тележки с осевой нагрузкой 25 тонн на ось. Такая технология позволяет увеличить массу поезда, не увеличивая осевую нагрузку. Это важно для сети? Безусловно. За счет того, что мы исключаем межвагонные промежутки между каждым вторым вагоном, заменяя два автосцепных устройства на один шарнирный узел, который позволяет придвинуть два кузова ближе. О думкаре расскажите подробнее. Вторая часть – это думкар. Это вагон такой трудяга для перевозки сыпучих грузов с автоматизированной выгрузкой. Наш думкар сделан в габарите ТПР, поэтому он имеет самый большой объем из всех думкаров, которые есть на рынке. И еще одна его особенность – это амортизирующий пол. Наверное, единственная модель сейчас, которая имеет амортизирующий пол, позволяющая защищать непосредственно сам вагон в ситуациях, когда в него падает большая глыба груза. Анна, и также, насколько я понимаю, здесь на Щербинке представлены новые цистерны от обеденной вагонной компании. Да, это цистерна сочлененного типа. Ее можно посмотреть уже не только на Щербинке, но и на сети, в реальной эксплуатации. Она для перевозки сжиженных углеводородных газов. Используя вот эту технологию шестиосных сочлененных вагонов, мы можем добиться при перевозке такого легкого груза, как сжиженные углеводороды, выбора всей осевой нагрузки, доступной для нас. То есть, если другие вагоны для сжиженных углеводородов даже при осевой нагрузке 23,5 реально едут с осевой нагрузкой 17, 18, 20, безусловно, занимая лишнее место в поезде, то этот вагон выбирает осевую нагрузку полностью, а значит, он экономически эффективен как для инфраструктуры, так и для перевозчика. Это, несомненно, плюс. Анна, здесь на продвижении Экспо одна из сессий была посвящена технике будущего, именно железнодорожной. Можно ли сказать, что те модели, которые вы сейчас обозначили, это есть некий шаг в будущее, что это уже улучшение тех или иных показателей работы? Ну, будущие техники, обычно будущее делят на поколения. И если в качестве отчета брать поколение вагонов, с которым наша страна подошла к началу 2000-х годов, то сначала мы сделали второе, ну или там следующее поколение вагонов, которые сейчас уже, их 120 тысяч на сети, это обычные четырехосные вагоны с осевой нагрузкой 25 тонн силы в увеличенном габарите. Они позволили увеличить грузоподъемность примерно на 10%. Вот шестиосные вагоны – это уже следующее за этим поколение вагонов, которые позволяют увеличить грузоподъемность на 30% и даже в полтора раза для некоторых видов грузов. То есть это следующий такой серьезный шаг в будущее. Но, конечно же, не последний. А мой последний вопрос. Как вы считаете, будущее этой техники за повышением именно грузоподъемности? Ну, во всем мире тяжелые грузы возят наиболее эффективно с большой грузоподъемностью и с большой осевой нагрузкой. Мы сейчас в какой-то мере отстаем от других стран. Австралия начала эксплуатировать успешно 37,5 метрических тонн на ось. Соединенные Штаты уже много лет ездят 32,5 тонны на ось. Даже не 27, да, к которым мы стремимся обсуждать. Да, мы сейчас освоили рубеж 25 тонн на ось и немного заглядываем в будущее с 27 тоннами. Спасибо огромное вам за это крайне предметное интервью. Надеюсь, что через два года мы здесь все увидимся и обязательно обсудим, можно ли применять на нашей сети 27 тонн на ось. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok